Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу ответить на ваши самые популярные вопросы под моими видео о Sony PlayStation и его подписках PS Plus. В частности, многие меня спрашивают, Ильдар, купил Sony PlayStation? Ну или подарили Sony PlayStation и не могу создать турецкий аккаунт по твоему видео? Выходит ошибка. Да и российский аккаунт тоже не создается. Ну или такой вопрос. Ильдар, вот решил приобрести подписку и не знаю, какую выбрать. В чем отличие? Extra, Essential, Deluxe? Расскажи, чем они отличаются? Я сейчас постараюсь подробно вам все рассказать, но если у вас какой-то вопрос все-таки останется, пишите в комментариях. Я постараюсь на ваш вопрос ответить. Итак, предположим, приобрели вы Sony PlayStation и вам необходимо создать аккаунт, чтобы пользоваться всеми преимуществами. Приобрести подписку, играть в бесплатные игры, покупать платные игры и так далее. Думаю, многие из вас знают, что сейчас PS Store в России заблокирован и российский аккаунт создать невозможно. Поэтому необходимо создать аккаунт любого другого региона, другой страны. Я вам расскажу на примере самого популярного региона, это Турция. То есть вы определились с регионом, в котором хотите создать аккаунт и вам необходимо этот аккаунт создать. Как это сделать? Первый вариант – обратиться к родственнику или другу, который проживает в той стране, где вы хотите создать аккаунт. Предположим, есть у вас родственники в Турции, вы их просите, созваниваетесь, они создают вам аккаунт, дают вам логин и пароль. И дальше вы уже покупаете подписки, покупаете игры, если у вас есть турецкая карта. Либо просите родственников со своей карты купить, а вы им деньги перевозите. Если у вас такой возможности нет, то можно воспользоваться хорошим VPN, через VPN создать аккаунт. А вот покупать игры, опять же, надо либо иметь карту той страны, где вы создали аккаунт, либо обращаться к кому-то. Ну и третий вариант – это обратиться к посреднику, обратиться к тому, кто именно этим занимается. У меня такой человек есть, зовут его Сергей, уже несколько месяцев с ним сотрудничаю, всем друзьям, родственникам, у кого Sony PlayStation есть, я его рекомендую. Через него все, кто обращался, покупают подписки, игры и пока недовольных, так скажем, подписчиков у меня не было. Почитайте комментарии под моими видео, все довольны. Сергей все быстро и качественно делает. Я, в частности, через него вот успел приобрести подписку турецкую на два года, еще до подорожания. И есть у меня русскоязычная подписка также. То есть у меня аккаунт есть и русскоязычный, и турецкий, и тем, и тем я пользуюсь. И вот когда вы определились, когда написали, предположим, Сергею, что Сергей, вот хочу приобрести подписку, при этом при покупке подписки через него, либо какой-либо игры, аккаунт он вам создаст абсолютно бесплатно. И как определиться с подпиской, какую подписку выбрать. Есть три варианта подписки PS Plus. Это Deluxe, Extra и Essential. Начнем с самой простой Essential. Что она вам дает? Дает возможность поделиться игрой с другом. Предоставляет облачное хранилище. То есть можно сохранять резервную копию в сохранении игр. Например, для переноса сохранялки на другую консоль. Также дает расширенную справку по игре. Онлайн. Это сетевая многопользовательская игра. То есть вы сможете играть онлайн с другими игроками, если установленная вами игра поддерживает онлайн режим. Онлайн мультиплеер. Затем эксклюзивные пакеты. Это скины, внутриигровые предметы различные. Эксклюзивные скидки на игры. То есть вы будете получать скидки на новинки игр, на платные именно игры. И дает три бесплатных игры в месяц. Давайте зайдем, посмотрим сразу. В этом месяце, например, было три вот таких игрушки бесплатно. А имейте в виду, что игру обязательно необходимо добавить в библиотеку. Иначе в следующем месяце игра просто пропадет. И вы ее установить потом уже не сможете. Вот это включает в себя подписка Essential. Следующая подписка это Extra. Это уже более крутая подписка, которая включает в себя все из Essential. И плюс дает она еще коллекцию популярных игр Ubisoft. Давайте зайдем ее посмотрим. То есть вот такая коллекция бесплатных игр. Ну и самая главная фишка этой подписки, что она дает большой каталог игр из более чем 500 бесплатных игр. Представляете? Вот такой каталог. И все здесь игры абсолютно, абсолютно бесплатные. У меня даже сейчас времени не хватит весь этот каталог перелистать. Здесь очень много игр. Я как-то пытался их посчитать. По-моему, 570 насчитал. При этом каталог постоянно пополняется. То есть сейчас, возможно, здесь уже около 600 игр. Это подписка Extra. И следующая самая дорогая, самая крутая подписка, это подписка Deluxe. Она включает в себя все из подписки Essential и из подписки Extra. То есть вот этот каталог игр и этот каталог игр. Плюс добавляется каталог классических игр. То есть здесь собраны игры для консолей предыдущих поколений. Вот такой каталог. Здесь именно все игры, которые были выпущены для предыдущих поколений. Видите, насколько больше игр у вас становится. Ну и еще эта подписка дает пробные версии игр. То есть это не демо-версии. Это полные версии платных игр, платных новинок. Вы можете в игру поиграть несколько часов, затем она заблокируется. Поиграли и приняли уже решение, стоит вам эту игру покупать или нет. Понравилась она вам или нет. Если вы ее окупите, то можете продолжить играть в нее, сохранив при этом доступ ко всем данным, ко всему прогрессу и ко всем призам, которые вы получали. То есть покупаете игру и просто продолжаете играть там, где остановились. Я считаю это очень удобно. А то получится так. Купили какую-то дорогую игру, и она вам не понравилась. А здесь вы поиграли в игру и уже решили покупать ее или нет. То есть вот такое основное отличие в подписках. Также есть еще подписка Electronic Arts. И, а, так, сейчас ее надо найти. Заходим в поиск. Вот она, EA Play. Здесь около 50 игр именно Electronic Arts. Они здесь почему-то все не отображаются. Ну, их можно через поиск искать. Здесь именно те игры, которые выпускала Electronic Arts. Некоторые игры тоже очень интересные. Можно отдельно вот такую подписку приобрести. Ну, и сразу отвечу на вопрос. Ильдар, а что если вообще не покупать никакую подписку? Друзья, конечно, вы можете по идее подписку не приобретать. Вы можете просто создать аккаунт. Опять же, кому-то обратившись, либо через VPN. Создать аккаунт. И затем уже покупать только, например, платные игры, если у вас есть такая возможность. Либо вообще купить Sony PlayStation, как у меня, с дисководом. Купить диск. Установить диск в дисковод. И играть в игру уже с диска. Но имейте в виду, без подписки. Хотя бы экстра. Вы не сможете играть в режиме онлайн с другими игроками. Кстати, смотрите. Недавно приобрел у Сергея Человек-паук 2. Сын ее уже прошел. 100%. За 21 час прошел. Игрушка вообще классная. Я сам в нее не играл. Но видел, как сынок играет. Он был просто в восторге. Вот эту игрушку я вам рекомендую приобрести. Киберпанк. Я всего один час поиграл. Так все некогда было дальше ее проходить. А вот если взять Last of Us. То все три версии. То есть первую. Потом первая обновленная была. Вторая часть. Все эти части я прошел. Считаю, что это самая лучшая игра. Другие игры даже теперь играть неохота. Last of Us я вам тоже обязательно рекомендую к приобретению. Ну и друзья, напоминаю. Ссылочка на Сергея в описании под видео. На его контакты. Можете к нему обращаться. Все быстро, все качественно он вам сделает. Вот такое у меня получилось видео. Надеюсь, оно вам было интересным и полезным. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных и полезных видео. Пишите, о чем еще записать видео про Sony PlayStation. Обязательно запишу, расскажу. Встретимся в следующих видео. Всем удачи. Не болейте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok